Вчера состоялся круглый стол в рамках заседания профильного комитета Государственной Думы. Вопрос касался, наверное, одной из самых обсуждаемых тем на сегодняшний день в области лично-коммунального хозяйства. Это фонда капитальных ремонтов. В первую очередь вопрос, наверное, звучал так, о том, насколько взносы по фонду капитальных ремонтов являются законными, поскольку споры в социальных сетях не утихают до сих пор. Ну и второй вопрос. Были конкретные поручения органам исполнительной власти субъектов о том, каким образом решить тот, наверное, такой болевой вопрос, который на сегодняшний день есть и в средствах массовой информации, но и в первую очередь в социальных сетях. Достаточно представительное заседание с приглашением Министерства строительства, с приглашением представителей надзорных органов прокуратуры, органов арбитражного суда. Ответ на вопрос достаточно простой. Всегда всем кажется, что то, что просто лежит на поверхности, на самом деле, когда вопрос длящийся во времени, то есть возможность спекулировать датами, спекулировать теми решениями, которые были. На самом деле, это на сегодняшний день встречается и в СМИ, и в органах печатных, и в органах интернет-изданий. Поэтому комментарий достаточно простой. Еще в марте прошлого года была поставлена окончательная точка решением Конституционного суда о том, что взносы на капитальный ремонт являются законными взносами, и никаких вопросов, связанных с их незаконностью и правомерностью этих сборов, на сегодняшний день в рамках масштаба Российской Федерации этих вопросов нет. Были замечания к отдельным субъектам Российской Федерации с точки зрения неполноты или неправомерности включения тех или иных позиций в законы областные или краевые. Я не буду называть конкретные субъекты, чтобы, так скажем, не отмечать их отрицательную динамику развития. Но то, что касается Вологодской области, к нам никаких замечаний нет. Все законы Вологодской области и нормативно-правовые акты, связанные с фондом капитальных ремонтов, прошли правовую экспертизу. На сегодняшний день они соответствуют нормам федерального законодательства Российской Федерации. Поэтому к нам в данном случае никаких вопросов нет. В чем основной вопрос? Основной вопрос заключался в том, что была соответствующая проверка Генеральной прокуратуры по заявлению о правомерности взносов капремонта. Соответственно, неоднократно были инициированы эти обращения граждан и доводились и до Верховного суда, и до Высшего арбитражного суда, и в рамках уже окончательного решения до Конституционного суда. И вот когда это решение было принято законным, признано законным, сейчас в социальных сетях очень часто встречается информация со ссылкой на старое решение, где спекулируется мнение о том, что эти сборы считаются незаконными. Поэтому попросили все органы исполнительной власти субъектов дать соответствующую информацию в социальных сетях, дать соответствующую информацию на своих сайтах и разъяснить населению, что же на самом деле на сегодняшний день является окончательным решением в масштабах Российской Федерации с точки зрения конституционности принятого решения. И проинформировать о том, как была вообще динамика. Поэтому соответствующее поручение Фонду капитальных ремонтов мы дали. На сегодняшнем совещании мы подготовим соответствующую информацию и на сайте правительства Вологодской области, и на сайте Фонда капитальных ремонтов о том, как действительно проходила динамика развития этих событий в Вологодской области, и какие решения на сегодняшний день приняты, и решения, подтверждающие законность всех взносов по Фонду капитальных ремонтов. Субтитры создавал DimaTorzok